Всем привет! Это третье видео из цикла Android Rigbes, в котором я рассказывал какие-то тонкости и особенности операционной системы Android. Конкретно в этом выпуске мы поговорим про лаунчеры. Объясняю для тех, кто думает, в чем прикол рассказывать про лаунчеры или какие-то другие фишки Android, это же так все понятно. Объясняю. Эти видео я создаю исключительно для тех людей, которые только начинают вникать в операционную систему Android. Поэтому, если вы являетесь опытным пользователем Android или таковым себя считаете, в принципе, можете не смотреть это видео. Я надеюсь, понятно объяснил для тех, чтобы не оставляли комментарий, зачем все это снимать и рассказывать. На этом предисловие закончим, как обычно, давайте перейдем к телефону. Итак, начнем с того, что такое лаунчер. Лаунчер – это то, как выглядит ваша главная рабочая зона смартфона, то есть главный экран, а также меню в приложении. Сейчас у меня в руках Google Pixel 2 и здесь установлен Pixel Launcher. Все достаточно просто и лаконично, без особых геморроев и настроек. Однако практически каждый производитель смартфона считает своим долгом создать какой-то свой собственный лаунчер и чтобы их устройство отличалось от других. Поэтому и существует такое многообразие смартфонов, где каждый отличается друг от друга своим внешним видом. В основном существует два типа лаунчера. Первый является предустановленным, то есть тот, который у нас идет из коробки и в основной своей массе, они являются закрытыми, вы не сможете их скачать. Вторым типом лаунчеров являются открытые лаунчеры, от сторонних разработчиков, которые хотят донести какое-то свое видение лаунчера, либо принести какие-то совершенно новые функции. Также все лаунчеры я бы разделил еще на две категории. В первой категории лаунчеры у нас идут со списком меню приложений, где можно вот так вот свайпом снизу вверх вызывать меню приложений, либо нажать на кнопку меню. Второй тип лаунчеров у нас идет от iOS, где нет списка меню приложений, а все наши приложения располагаются на рабочем пространстве. По первому пути, собственно, продвигает его, это гол андроид, где у нас вызывается меню приложений, а по второму можно выделить MIUI от Xiaomi, либо Flyme от Meizu, где у нас нет меню приложений, а все приложения располагаются на рабочем пространстве, и они копируют таким образом iOS. Собственно, это видео будет особенно полезно для тех, у кого старые смартфоны и там предустановлены отратительнейшие старые лаунчеры, и телефон выглядит просто некрасиво. Сейчас я кратенько расскажу про Pixel Launcher, который у нас является предустановленным смартфоном Google Pixel, а потом поговорим про сторонние лаунчеры, которые можно найти в плеймаркете и про их особенности. Собственно, что вообще может менять лаунчер? Лаунчер может менять иконки приложений, сколько этих приложений может быть на рабочем столе, вообще внешний вид главного стола, анимацию приложений, переходов между рабочими столами, то, чем у нас являются дополнительные зоны, например, свайп слева от главного экрана. И вообще каждый лаунчер у нас приносит свои навороты, некоторые идут по пути упрощения, например, как Pixel Launcher, достаточно все просто и лаконично, а другие пытаются вбухать столько функций, что можно в них запутаться. В основе всех лаунчеров у нас есть настройки, которые можно вызвать, зажав палец на главном экране. И здесь, собственно, у нас появляются настройки, виджеты и обои. Это стандартная тема для всех Android смартфонов. В настройках можно настраивать какие-то особенности лаунчера. Как видим, в Pixel этих настроек немного. Из самого главного, например, здесь можно настраивать, можно ли добавлять значки, установленные приложения сразу на рабочий стол, показывать приложение Google, свайпом слева, либо же изменять форму значков. Например, на квадрат, квадрат с закруглениями, либо каплю. Давайте покажем. Каплю. И вот у нас изменились иконки приложения. Теперь они выглядят в форме капли. Собственно, про Pixel Launcher больше особо-то нечего сказать. Теперь давайте перейдем к сторонним лаунчерам. Мы начнем с более простых и забавных лаунчеров, например, Eevee, либо iOS Launcher. Потом перейдем к самым навороченным лаунчерам. Это Action Launcher и Nova Launcher. Но в чем минус этих навороченных лаунчеров, так это то, что большая часть самых крутых функций у нас являются платной. Ну и в конце поговорим про лаунчер, которые у нас не являются такими простыми, как Eevee, либо iOS, но в то же время не являются такими навороченными, как Action и Nova, но в то же время остаются бесплатными. Давайте начнем с iOS лаунчера, самого угарного. Он у нас превращает наш рабочий стол наподобие iOS, где все наши приложения располагаются в рабочей зоне, в принципе, как на iPhone. Слева от главного рабочего стола у нас здесь располагается центр виджетов, но, к сожалению, его почему-то нельзя настроить, то есть здесь не добавляются сторонние приложения, то есть их виджеты. И вообще этот лаунчер является полным рофлом, я не знаю, его, наверное, устанавливают те люди, которым, к сожалению, не хватило денег на iPhone, но хочется какого-то похожего опыта. В настройках здесь нет ничего примечательного, единственное, что могу выделить, это центр управления, который нужно скачивать отдельно, сейчас я его покажу. И, в общем-то, в чем прикол, у нас не только главный экран выглядит как на iPhone, но и центр управления также выглядит как на iPhone, где мы можем повышать, понижать яркость, звук, Bluetooth, Wi-Fi, поворот экрана и тому подобное. В общем, угарный лаунчер, тем не менее, он, пожалуй, является лучшим лаунчером из тех, кто пытался скрестить iOS и Android, и это у него получилось лучше всех. Перейдем к следующему лаунчеру, он у нас называется Eevee, достаточно популярный в плей-маркете. Его сутью является минимализм и простота, вот так вот у нас выглядит меню приложений по Swipe, так вот можно вызвать меню. Кстати, минус, оно у нас является только на английском, и, кстати, градусы отображаются в Фаренгейтах, а не в Цельсии. В настройках у нас также все просто, их уже здесь побольше, чем в iOS лаунчере. Тем не менее, я считаю, что здесь достаточно всего, и не нужно так сильно нагромождать лаунчер. Можно поменять размер колонок, сколько у нас строк будет на главном рабочем экране, размер иконок, кому нужно побольше. Также можно изменить внешний вид иконок, предварительно скачав с плей-маркета, например, Pixel Icon Pack. Также из плюсов я бы выделил, что здесь можно бесплатно настраивать жесты. Например, самое полезное, чего нет в Pixel Launcher, из-за что его много ругают. Так, если я потяну палец вниз на главном рабочем столе, у меня может выскочить панель уведомлений, то есть перехожу к EV Launcher, так вот делаю, опс, и появляется панель уведомлений, не нужно тянуться вверх. Теперь давайте перейдем к самым навороченным лаунчерам, это в первую очередь новый лаунчер, перейдем к него. Он у нас пытается полностью копировать стиль Pixel Launcher. Тем не менее, здесь можно настраивать практически абсолютно все, что вообще может прийти в голову. Например, давайте зайдем хотя бы в настройки рабочего стола и что здесь можно делать. А настраивать здесь можно практически абсолютно все, не только сетку размера рабочего стола, а также то, как у вас будет выглядеть индикатор страницы, когда вы пролистываете рабочие столы плоско, либо по точкам. Здесь можно также настраивать стиль виджета поиска, задать его, что он будет не только виджетом, либо доком, либо на постоянной основе, как в Pixel Launcher, а также как он выглядит, например, вот таким вот образом, либо таким, либо таким. Стиль иконок, например, Google классический, серый вид и вот такой вот современный. И таких настроек и наворотов здесь просто море. Здесь нужно копаться, наверное, целый час, чтобы разобраться, что вообще здесь можно делать. Но все крутые фишки, например, жесты, здесь идут платно, не так, как в Evil Launcher. И чтобы активировать все вот эти функции, нам нужно покупать платную версию Launcher. Кстати, если вы смотрите это видео до 31 декабря 2018 года, сейчас идет распродажа платной версии нового Launcher, где ее можно купить за 15 рублей вместо 300. Например, в анимации вы можете настроить то, как будет у нас анимироваться приложение из разных версий Android, либо какие-то стройные, которые у нас придумал разработчик. Несомненным плюсом нового Launcher является то, что здесь можно делать резервное копирование. Если вы с ним ходите как на каком-то одном телефоне, вы делаете резервное копирование на свой Google диск, либо просто сохраняете его. И на другом телефоне вы можете активировать все свои старые настройки, не настраивая все заново. Это вообще прикольно, если вы меняете телефон. И в общем-то, когда у меня был другой телефон, Meizu X5, там была предустановлена оболочка Flyme, которая является копией iOS по большей части. И в общем-то, когда мне надоела старая оболочка Flyme, я попробовал новый Launcher, офигел от ее возможности, купил платную версию и горя не знал. И в общем-то, если вы хотите прям прокачать свой Launcher, рекомендую Nova. Он достаточно прост в настройке, но тем не менее имеет множество функций. Теперь перейдем к прямому конкуренту Nova Launcher – это Action Launcher. Если Nova Launcher вам может показаться каким-то задротским и сложным, то Action Launcher – это просто капец. Смотрите, что здесь можно делать. Вызывать вот так вот меню приложений, здесь можно настраивать виджеты, можно сделать всякие манипуляции с иконками, сделать свайп вниз и тому прочее. Давайте зайдем в настройки. Как видите, он практически полностью копирует стиль пикселя. И здесь настроек тоже жжу не пережуй, но чем он мне понравился больше, чем Nova Launcher, так это тем, что здесь сразу видно, как у нас меняется тот или иной объект, когда мы его настраиваем. Например, делаем вот так, вот так, сразу изменяем. В Nova Launcher этот механизм реализован не так удобно. Что-то у нас видно, но некоторые моменты у нас не видно. Например, размер сетки изображений. То есть, если я что-то хочу настроить из внешнего вида в Action Launcher, я это сразу вижу, как это будет меняться. В Nova Launcher, к сожалению, не все сразу видно. И настроек, как я уже сказал, здесь даже больше, чем в Nova Launcher, но, как обычно, все самые крутые функции у нас будут активироваться только в платном режиме. Теперь давайте перейдем к тем лаунчерам, которые являются полностью бесплатными, но тем не менее предлагают мощные настройки. Например, Customizable Pixel Launcher. Здесь, как мы видим, у нас вообще пиксель-пиксель. Ничего супер замудренного. Но если мы перейдем в настройки, и здесь мы видим, что настроить можно так же много, как в Nova, либо Action Launcher, и даже, возможно, больше. Но тем не менее, с нас за это не просят абсолютно никаких денег. И, в общем-то, если вы хотите испытать какой-то Pixel Experience, и при этом не платить за это деньги, то, конечно же, выбирайте Customizable Pixel Launcher. Теперь давайте перейдем к самому интересному лаунчеру, можно сказать в кавычках, но тем не менее, это Microsoft Launcher. Насколько мы знаем, Microsoft потерпел от фиаско со своим подразделением Windows Mobile, и теперь пытается выйти на Android рынок. И, в общем-то, если вы являетесь сторонником сервисов Microsoft, а здесь, как видите, целая куча, и также пользуетесь Windows на постоянной основе, то я рекомендую попробовать этот лаунчер. Из интересных особенностей могу отметить, что здесь есть встроенное приложение для чтения QR-кодов, не нужно скачивать что-то другое. Также, Microsoft нашли необычный подход в зоне слева от главного экрана. Здесь у нас есть обзор, новости и временная шкала. В обзоре мы можем вставлять какие-то виджеты, которые связаны с сервисами Microsoft. В новостях это как Google Fit, где мы можем читать новости. А во временной шкале мы можем синхронизировать наш Android смартфон с Windows и тем самым получить такую некую функцию, как на macOS, которая называется continuity, где мы можем что-то скопировать на телефоне, вставить на компьютер либо наоборот. И Microsoft в свою очередь попробовали реализовать такую же функцию, но через Microsoft Launcher на Android. Если зайдете в настройки, то можете сразу определить дизайнерский стиль Microsoft, все белое, такие вот иконочки, шрифт. Из плюсов также отмечу, что здесь достаточно большой спектр настроек, можно настроить все под себя и тем не менее за вас не будут брать за это деньги. Ну а также, как я уже сказал, если вы являетесь поклонником сервисов Microsoft, то этот лаунчер как-никак лучшим образом подойдет вам. Здесь можно связать свой лаунчер с Wunderlist либо Office. Ну и последний лаунчер в нашем списке это POCO лаунчер, который вышел вместе со смартфоном POCO F1 от Xiaomi. В этом лаунчере, как и смартфоне POCO F1, у нас акцент идет именно на скорость и быстрое взаимодейное, чтобы у нас полностью экономить время. Здесь вот есть такие необычные функции, как сразу группировка приложений, например, на развлечение, общение, фотографии. Это будет на самом деле удобно, если у вас прям очень много приложений и не нужно их искать в поиске, а сразу вот так вот. Они у нас автоматически разбиваются на папке. Настроек здесь не так много, как у других лаунчеров. Также можно выбрать набор значков, либо настроить макет, сколько у нас будет приложений и их размер, например, вот так вот это все выглядит. Ну и также большой акцент сделан на меню приложений, где мы можем группировать приложения, управлять группами, вот так вот их перетаскивать. Здесь также есть функция группировки приложений по цвету, где мы сейчас зайдем в меню. Увидите вот так вот у нас снизу есть все зеленые приложения, все синие приложения, красные. Ну достаточно прикольно на самом деле. В общем-то на этом все. Надеюсь, что в этом видео я хоть кому-то допомог разобраться с лауншерами на Android, в чем их суть и как они работают. Если это видео вам понравилось или было полезно, пожалуйста, не забудьте поставить палец вверх, тем самым я буду увидеть обратный отклик. Ну а также, если вы смотрите это видео со старого телефона и у вас там достаточно не симпатичный лауншер, обязательно рекомендую попробовать что-то новое, прям получите новый опыт. И телефоном пользоваться будет в разы приятнее, это я вам говорю на своем опыте на примере с Meizu. Ну а на этом все, как обычно, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok